Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, 42 урок. В этом уроке я вам покажу просто волшебный плагин, который сократит вам время. Если вы часто и по многу наполняете статьями ваш сайт, как правило в статьях многие элементы повторяются. Представьте, вы создаете например десяток статей в день и вам каждый раз с чистого листа нужно какие-то данные, которые могут повторяться у вас, вы их вносите постоянно заново. Тот плагин, который я сейчас вам покажу, он как бы делает шаблон статей. То есть вы можете заготовить отдельный шаблон, вообще неограниченное количество шаблонов под разные виды статей, там где контент повторяется. Например, если мы возьмем музыкальный сайт, как правило в музыкальных постах пишут такие повторяющиеся слова. Битрейт, размер, продолжительность, год выхода, лейбл и так далее. Единственное меняется у них окончание, то есть дата выхода музыкального трека, год выхода трека. А вот слово год, битрейт, стиль, вот это слова они не меняются. Поэтому мы можем создать шаблон с такими словами, может быть даже картинка какая-то будет повторяться. То есть это все можно забить в шаблон и потом по нажатию одного клика этот шаблон будет подставляться в статью, где вам нужно будет только отредактировать и наполнить оставшуюся часть статьи. Давайте перейдем в наш сайт и установим данный плагин. Данный плагин вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. Кликаем выбрать файл, находим этот плагин на компьютере, открыть и установить. Здесь плагин у нас успешно установился, у нас это и плагин и компонент. То есть в плагины мы не заглядываем, там настроек нет, но мы смотрим в компоненты. Здесь у нас должен появиться пункт No Number Content Templater. Заходим сюда и как раз таки здесь мы и будем создавать шаблоны для наших статей. Здесь у нас будет отображаться список шаблонов и мы с вами как обычную статью здесь можем начать создавать. Мы нажимаем на кнопку создать. Сейчас мы будем создавать первый шаблон для наших статей. Вот здесь вот справа заголовок пишем. То есть смотрите, этот заголовок будет отображаться в виде кнопки, в виде выбора шаблона. То есть это заголовок для шаблона, не для статьи. Например, шаблон 1. То есть вы уже там можете назвать его по-своему. Здесь мы видим редактор. Дальше в самом низу есть вот такие динамические теги. Здесь вот написано, то есть вы можете вот так вот код взять, вставить статью. И написано описание логин пользователь, да. Будет подставляться в статье админ. Или, например, вот Федор Васильев. То есть у вас там ваше имя. То есть это юзернейм. Вы вот так вот берете этот тег. То есть те теги, которые вдруг вам тут могут понадобиться. Вы можете вот так вот просто взять, вставить статью. И будет подставляться имя, фамилия. Ну и дальше. Смотрите, например, я беру какую-нибудь картинку. Мне нужно, чтобы в каждой статье у меня была одна и та же картинка. То есть, чтобы каждый раз ее не загружать, я могу подставить картинку. То есть здесь все, что угодно. Все, что повторяется у вас в статье, вы здесь вбиваете. Здесь есть еще вкладки настройки содержимого. Переходим. Переопределение настроек. Можно поставить да. И смотрите. Если, например, в каких-то статьях у вас повторяются метки. Вы можете выбрать метки. Соответственно, метки должны быть заранее созданы. Мы с вами это проходили. Например, вот мне нужно две метки, чтобы автоматически подставлялись. То есть, грубо говоря, для ленивого человека, да. То есть, если ему надоело человеку каждый раз в статье одни и те же метки ставить. Если, конечно же, они одинаковые. То здесь можно выставить, чтобы подставлялись метки. Также можно выбрать, чтобы, например, подставлялась какая-то категория. Вами созданы, например, новости. Опять же, это шаблон для категории, например, новости. Вы можете создать для вашей каждой категории отдельный шаблон. Берем новости. Также можно сразу выбрать состояние, чтобы было опубликовано статьи. Сразу и доступ можно выбрать. То есть уровни доступа, для каких пользователей изображений нет. Дальше. Заголовки, конечно же, мы не ставим, потому что, как правило, заголовки у статей все разные. То есть это заголовок для статьи. Мы можем поле оставить пустым. Остальные вкладки публикации это только для Pro-версии. И остальные все для Pro-версии. Допустим, вы здесь все сделали для выбранной категории. Мы нажимаем сохранить. Закрыть. И вот, видите, появился наш первый шаблон. Шаблон 1. Здесь в списке неограниченное количество шаблонов вы можете создать. Еще здесь есть кнопка настройки для данного плагина. Переходим. Включить на лицевой части. Поставим нет. Текст на кнопке. Сейчас увидите, где эта кнопка будет отображаться. Здесь можете написать по-русски, чтобы вам было удобней. Я написал выбор шаблонов. Иконка на кнопке оставлять да нет. Спрашивать перед вставкой шаблон. Оставим нет. Сортировка список по. Тоже не меняем. Открыть в модальном окне авто. Показывать список шаблонов под кнопкой. Вот тут вот в описании все написано. Список шаблонов будет отображаться под кнопкой редактора. А не сверху. Ну, здесь надо вам сначала посмотреть, как выглядит сейчас, а потом уже поднастроить под себя. Сохранить, закрыть. Вот все настройки. Теперь мы идем материалы, например, создать статью. Смотрите, прокручиваем вниз. Сейчас мы видим, что у нас с вами как бы пустая статья и нужно все заполнять. И вот видите, вот эта кнопка. Я переименовал в выбор шаблона. То есть этот текст выражается здесь. Здесь вы можете назвать как угодно для вас. И здесь вот кликаем, видите, появляется шаблон. Соответственно, здесь будет целый список шаблонов, когда вы создадите. Вот шаблон один, я просто нажимаю на него. И обратите внимание, подставилось то, что мы с вами сейчас только что делали. Имя, фамилия, картинка подставилась. Смотрите, подставились теги справа. Категория подставилась новости автоматически. Была видео. Видите, подставилась новости. Состояние опубликовано. То есть вот так вот просто и удобно. То есть это очень-очень полезный плагин. Если у вас много контента в статье, конечно же, повторяется. Вот, в принципе, и все об этом плагине. Используйте с умом. На этом я с вами прощаюсь. И увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.